Шалом-шалом, дорогие друзья! С вами я, Левиашер Харпатин. Вас ждет свежая майса. Произошла эта история с одним праведником, который жил в Вавилоне. Он давал всем цдоку. В прямом смысле слова, всем. Он знал каждого бедняка в Вавилоне. Он знал, кто в чем нуждается. Но делал он это необычным способом. Он делал самый высокий уровень цдоки. Он делал это так, чтобы человек не знал, что он ему помогает. Он не делал это не через посредников. Он не просил кого-то передать. Он не объявлял это. Он делал это тайно. Спросите вы, в какой способ? Просто тайно давал деньги? Нет. Еще раз повторю. Он знал каждого бедняка в Вавилоне. Он приходил ночью и засовывал в дверной проем, в эту щелочку, деньги и уходил. И вот однажды он задержался поздно в доме учения. Пришла его супруга. И они вместе отправились к бедняку. А тому, видимо, было интересно, кто каждую ночь ему постоянно дает деньги. И он решил проследить и спрятался с другой стороны дома. И на тот момент, когда они с супругой подходили, он выбежал и начал им кланяться, начал их благодарить и начал направляться к ним. Они бежали из всех ног просто. Они не хотели, чтобы их видели. Тогда не было бы такой святости. В итоге они убежали, спрятались в каком-то водоеме. Он был очень холодный, но они не чувствовали холода. Потому что Всевышний наградил их за это, за их добро. И они не заболели, не замерзли, пока они находились там. И когда они уже убедились, что его нет, они вернулись домой. Все было в порядке. И про эту историю узнали многие. И начали ему задавать вопросы, зачем ты подвергал себе опасности? Для чего ты убежал, спрятался в ледяной воде? Зачем это все? С какой целью? Ну, увидел тебя человек. Ты же добро делаешь. Ты же не воруешь, не убиваешь. Из-за чего это? На что он ответил? Смотрите, я хочу, чтобы за эту вздолку он благодарил только Всевышнего. Благословен он. И не тратил время на меня. Поэтому, друзья, давайте мы тоже с вами будем делать добрые дела. Это может быть не обязательно от сдока абсолютно. Будем стремиться к какой-то степени праведностями. И будем хорошими людьми. Брахабет слоха. Всем хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok